Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я в первую очередь хочу поблагодарить за возможность вновь участвовать в Вашей конференции замечательной, тем более, что в этом году еще одна столица присоединилась, с чем я Вас поздравляю. Ну, а, собственно, вот представлена заявленная тема, речь идет о, собственно, в основном это наш опыт, долгосрочный уже опыт, опыт с шести и даже уже больше лет, и действительно на очень большой группе пациентов. Почему это заболевание воспринимается сложно? И ошибок в диагностике очень много, и тактических ошибок действительно очень много. Я просто вот по свежим следам, я вчера во второй половине дня консультировал пациентку, пирамичная больная, 34 года, классическая ПНГ, которая 3 года уже по месту жительства наблюдается с аутоиммунным, как бы, гемолизом, лечится бесперспективно и развивает Бат-Керари летом этого года, ну, собственно, 2 месяца назад у нее симптомы развиваются, и она с этим уже ее направляет в Санкт-Петербург к онкологам с подозрением, что это опухоль, что этот выпад связан с опухолевым процессом, а на самом деле, и самое главное, кто заподозрил? Заподозрил сосудистый хирург, и он направил кровь на тестирование клона ПНГ, и в этот же день диагноз был подтвержден. Поэтому вот проблем очень много, это просто такой свежий пример, вчерашний буквально, но мы знаем, когда такая моча, становится, должно быть достаточно высокая концентрация свободного гемоглобина в крови, и тогда он попадает в мочу, но за этим стоит соматическая мутация и клональный процесс с известным причинным геном на сегодняшний день мутации, стоит иммунопатогенез и костномозговаривание достаточность, Активация комплимента и внутрисосудистый гемоглобина является основной проблемой, о которой сегодня мы будем говорить. О следствии этих механизмов развивается цитопения и осложнение, анемия с трансфузионной зависимостью. ПНГ – это мощнейшая приобретенная тромбофилия, вообще известная в медицине, и, к сожалению, довольно часто наши пациенты испытывают проблемы с органодисфункцией, в первую очередь, конечно, это почечные нарушения. И все это приводит к летальности, с проблемам, с качеством жизни серьезным и с инвалидизацией пациента. Я хочу вернуться к представлению о естественном течении заболевания. Вот здесь вы видите две каевые выживаемости, двух исследований, скажем так, прототипных, исторических исследований. И летальность немножко отличается в этих двух анализах английской группы и французской группы, но, тем не менее, она очень высокая, с выживаемостью порядка 50% в первом исследовании десятилетним и 76% во втором исследовании французской группы. А вот что на сегодняшний день? У нас, к сожалению, есть представление о естественном течении заболевания. Посмотрите, это вновь французский анализ, вы видите 74-80% в течение пяти лет. Это современные данные, если не лечить этих пациентов. То есть ничего особо не изменилось. И вот наши данные. 74% пятилетней выживаемости – это пациенты российской когорты. В основном 99% российские пациенты. И это те больные, которые были диагностированы после 2011 года. То есть речь идет совсем недавно. Вот это совсем недавно. Это последние 7 лет. А почему 2011 год? Потому что формально с 2011 года мы могли бы лечить этих пациентов. Но по разным причинам эти пациенты не получали. И вы видите, летальность довольно высока. Кривая для условно-не злокачественного заболевания очень и очень плохая. Я, как-то очень интересно, второй раз за 10 дней попадаю на симпозиум, где доклад стоит в программе «Сопроводительная терапия». В общем, я, конечно, сегодня говорю не о «Сопроводительной терапии». Но я хочу сказать, что есть два основные метода, которые действительно только что о них упомянул Владимир Владимирович, которые принципиально влияют на болезньмодифицирующиеся методы. То, что может изменить долгосрочный прогноз. Это аллергенная трансплантация и это таргетный контроль гемолиза. Пока это один препаратный кулезумаб на пороге. Достаточно много молекул. И если говорить, как мы охватываем наших пациентов в лечении, вы видите, если мы анализируем пациентов всех больных с состоянием, которое называемое пластической анемией ПНГ, то мы трансплантируем 14% таких пациентов. Ну, вот это наш центр, активность наша. Это, на самом деле, если говорить глобально, это довольно много. И мы обеспечиваем, к сожалению, всего 63-65% пациентов на сегодняшний день таргетной терапии. Это тех, которым эта таргетная терапия показана. То есть речь не идет о всех пациентах, естественно, потому что мы говорим только о тех, которые имеют показания к этому лечению. Эти два метода, на самом деле, нельзя, конечно, так принципиально сравнивать, но, безусловно, есть преимущества и недостатки и у того, и другого метода. Аллогенная трансплантация – главное, что это радикальный подход, который может потенциально излечить пациента при всех его недостатках, ограничениях и проблемах, которые иногда возникают в этой категории. Таргетный контроль гемолизы – неизлечивающий подход, но высокоэффективный долгосрочный контроль заболевания, эффективная профилактика осложнений и выживаемость, приближающаяся к популяционной. Хотя она все равно будет ниже, потому что есть причины летальности у этих пациентов, не связанные с гемолизом, как таковым. Буквально один или два слайда, касающиеся трансплантации. Наверное, один слайд – это наши данные. Вы видите, что эта когорта у нас набирается не так быстро, но 17 пациентов на современном этапе трансплантированы с подготовкой гемолизомаба. Мы можем подготовить и довольно безопасно, относительно безопасно провести трансплантацию. Пока наша КВ очень оптимистичная. Я боюсь так называть, но 94%, но это очень оптимистично. Мы потеряли только одну пациентку из 17 летально связанной с процедурой. Но не все оценивают так оптимистичную трансплантацию. Совершенно новые данные. Это публикация этого года. 21 пациент, которые тоже получали гемолизомаб и были трансплантированы в нескольких центрах во Франции. И вы видите, здесь отличие. Здесь только половина из этих пациентов имели показания о ПНГ, а остальные все-таки были другие, в том числе были пациенты с классической ПНГ, которые оставались на трансфузе. Это проблема. Не буду долго остановиться на этом, но вы видите, что выживаемость, к сожалению, далеко не такая оптимистичная. 68% она чуть лучше при АПНГ, 73%, и 67% или 66% при классической ФРО. Больных там относительно немного. И вывод, который делают авторы, это этого года вывод, что на сегодняшний день все-таки этот метод должен рассматриваться только при отсутствии других опций. У нас отличное от этой точки зрения наше мнение, потому что все-таки мы селектируем пациентов и трансплантируем их по утвержденным показаниям, по показаниям о пластической анемии, но у них есть, при этом есть вторая проблема, гемолиз, которая требовала лечения эколизомаба. Вот о чем речь идет. То есть не просто АПЛАЗИИ с клоном ПНГ, а АПЛАЗИИ с активным гемолизом. И вот в этих ситуациях у нас результаты, конечно, существенно лучше, чем в французском. Тем не менее, вот такого рода публикации, конечно, наводят на мысли о том, что мы должны быть очень осторожны в принятии решений. Поэтому на сегодняшний день мы не трансплантируем классическую форму, мы трансплантируем АПЛАЗИИ по стандартным показаниям, и мы подходим индивидуально к ситуациям, когда у пациентов синдром, я не люблю это слово, синдром, но так принято говорить про пластическую анемию, про оксизмальную ночную гемоглобину. Таргутная терапия, и на сегодняшний день это один препарат, Кулизумаб, блокирующий терминальные этапы активации комплимента, низотрагивые ранние этапы, в этом его преимущество, но в этом и определенные недостатки на самом деле. И в этом мы будем говорить чуть позже. Четыре показания национальных рекомендаций, которые в России, в общем-то, мы стараемся выполнять, не нарушать. И проблема только в том, что мы не можем обеспечить всех этих пациентов. Проблема доступа к лечению. Это уже устаревшая база на первые, на начало ноября, 771 пациент, уже получается, вот с вчерашней пациенткой, 772, к сожалению. Вы видите, 180 классическая форма, и 185 это форма, которая развилась у пациентов с опластической анемией. И я хочу сказать, что вот это соотношение между классической формой, когда нет выраженной костно-мозговой недостаточности, а превалирует гемолиз, и формой, которая развивается у пациентов с анамнезом аплазии, это важно подчеркнуть, аплазия может быть не сегодня, она может быть 5 лет назад или даже 10 лет назад, или сейчас протекает выраженная костно-мозговая недостаточность. Вот это соотношение между двумя этими формами болезни, оно у нас устоялось уже. Мы совершенно четко понимаем, что 50% составляет каждая из этих форм, ну около 50%. Если мы анализируем показания к терапии, то вот по нашим данным, 91% из этих двух групп с активным гемолизом нуждаются в терапии согласно национальным рекомендациям. То есть речь идет о том, что мы называем болезнью именно те ситуации, когда гемолиз очень-очень активный, и имеет свои не только условно-лабораторные проявления, но имеет и последствия, которые отражены в национальных рекомендациях, а именно трансфузионная зависимость, тромбоз, органная дисфункция или особое показание, отдельное показание беременности. Об этом чуть позже я скажу. Но что с обеспечением? А вот это проблема. Это анализ от конца августа. Вы видите, в целом у нас в России обеспечивается терапия только 63% пациентов. Вы видите, причем по разным показаниям, примерно одинаковые ситуации. Вот даже, посмотрите, при манифестных тромбозах, это, по сути дела, это ургентное показание к назначению терапии, потому что с тромбозами связана летальность напрямую у этих пациентов. И вот даже в этой ситуации только 66% в российской коглоте пациентов обеспечены. Вот возвращаясь к вчерашней пациентке, я не знаю, как мы будем ее сейчас лечить. У нас не такое быстрое решение. И мы сделаем все, чтобы ее обеспечить. Батки Айи надо лечить срочно. Но как быстро это удастся сделать, я, например, на сегодняшний день, я не знаю, как мы это сделаем. К чему это приводит? Вот эта разница в доступе к лечению. Посмотрите, разница выживаемости. Я уже показывал 74% здесь и превышает 90% в случае, когда больной получает терапию. И это, к сожалению, мы показываем эти данные. Но на самом деле этих данных не должно быть, потому что это данные проспективной фазы 2011 года, с 2011 года, когда уже доступна терапия стала. То есть мы, показывая вот эту разницу в выживаемости, мы признаемся несовершенствием нашей системы, к сожалению. Оптимальный ответ на лечение предполагает устойчивый контроль внутрисосудистого гемолиза, достижение независимости от трансфузии у тех пациентов, которые трансфузировались, и желательно хорошее повышение уровня гемоглобина. Лучше, чтобы это был полный ответ или хороший частичный гематологический ответ. И в 80% случаев вот так мы видим. Это просто показано два цикла. Вы видите, что никакого повышения уровня лактада и гидрогеназа между введением препарата не происходит. Пациент вполне компенсирован, работает. Кстати, вот этот больной, он вернулся к работе, он не работал, он вернулся к работе, работает. Возрастной пациент, но сейчас по новым, по новым, он еще, наверное, даже не пенсионного возраста. По новым нашим представлениям. Но это там бывает не всегда. Ну вот в 80% случаев так бывает. Независимость от трансфузии, как достигается? Я хочу подчеркнуть, не все наши пациенты требуют трансфузии. Вообще, трансфузионная зависимость при ПНГ, это не критерий тяжести болезни, так уж если говорить. Потому что больные, не требующие трансфузии, могут иметь тромбозы, могут иметь почечные нарушения, могут иметь легочную гипертензию. То есть, могут иметь другие признаки очень тяжелого течения заболевания. К сожалению, они могут погибать. Но вот те, кто трансфузируется, посмотрите. Это тот первый наш анализ еще, здесь 154 пациента проанализированы, трансфузионно-зависимых, обратите внимание. И у 109 они перестали нуждаться в трансфузии. Причем, большинство очень быстро. Ну, после, вы видите, кривая, как идет, она не характерна, она сразу повышается, потому что уже после первого введения дальше больные не возвращаются. То есть, они не требовали трансфузии, поэтому очень быстро. И вы видите, что в целом через один месяц это 53% кумулятивная частота, через один год это 61% и через два года 69%. Вот кумулятивная частота наиболее точно дает представление, потому что есть конкурирующие риски, больной может спрогрессировать в аплазию, трансплантироваться и так далее. И, тем не менее, вот эта проблема, вы видите, что 31% пациентов остается зависим от трансфузии через два года от начала лечения. То есть, все-таки, около трети пациентов, исходно трансфузионно-зависимые, остаются зависимы от трансфузии. Правда, в подавляющем большинстве случаев количество трансфузии снижается, и частота интенсивной трансфузионной поддержки существенно ниже, чем это было до начала лечения. Посмотрите, гематологический ответ, качество гематологического ответа, один только параметр уровень гемоглобина на момент последнего контакта. Вот те больные, которые были без трансфузии, первые, 121 медиана, то есть абсолютно нормальный уровень гемоглобина. Те пациенты, которые были трансфузионно-зависимые, но у них была достигнута трансфузионная независимость, у них медиана 105, а гемоглобина есть, кто там очень высоко повышает гемоглобин. Ну и вот те пациенты, которые были исходно трансфузионно-зависимые, и у них не удалось достичь, вы видите, что у них, конечно, качество гематологического ответа далеко не такое хорошее, как бы нам этого хотелось, с медианой уровня гемоглобина 66. Почему мы видим так называемый субоптимальный или не очень хороший, неполный ответ на терапию? Кстати, ожидания, конечно, всегда очень большие, и надо реально все оценивать. Ожидания наши иногда как бы не обоснованно большие, в некоторых случаях бывает. Но вот тем не менее, почему так? Потому что есть проблема с костно-мозговой недостаточностью. Это безусловно, потому что ПНГ, все виды ПНГ связаны с иммуно-опосредованным повреждением гемопореза, в том числе и классической формы. Надо исключать дефицитные состояния и их лечить. Есть данные, правда, это всего одна публикация английской группы, о том, что у некоторых пациентов наблюдается неадекватный ответ на айтропоэтин. Трудно комментировать эти данные. У нас нет, собственно, такого же большого опыта по использованию айтропоэтина, хотя в некоторых случаях, видимо, эта терапия может быть полезна. Вторая проблема – это персистирующий внутрисосудистый гемолиз. То есть у некоторых пациентов он не уходит полностью. И здесь есть несколько вариантов. Самый редкий вариант – это первый, когда вообще не работает препарат. Но это в России мы таких больных не знаем. Это наблюдение японских авторов в основном. Это генетический полиморфизм гена, который кодирует пятый компонент комплимента. В результате экулизумат просто не связывается с этой молекулой. И он не может работать, потому что ничего не происходит. Ингибиции никакой нет. То есть для этих пациентов требуют совершенно другие лекарственные препараты. Но я еще раз хочу подчеркнуть, мы не сталкивались с отсутствием какого-либо ответа на терапию в России. А там просто вводится препарат и ничего не происходит. Как был ЛДГ, это прям 7 тысяч, так и остается. Как был гемоглобинский, так и симптомы, ничего не выходит. Но это редчайшая ситуация такая генетическая. Второй вариант – это то, что мы называем фармакокинетический порывной гемолиз. Это индивидуальные особенности фармакокинетики, когда пациенту не хватает 1-2-3 дней до очередного введения препарата. И он развивает нитрисосудистый гемолиз. Потому что клиренс препарата произошел быстрее, и поэтому развивается порывное состояние. И третья ситуация, которая немножко отличается, это либо хроническое, либо острое состояние, которое приводит к активации комплимента. Например, инфекция, или хирургические вмешательства, или беременность. Иногда не ясно, что это такое. И развивается, вновь развивается нитрисосудистый гемолиз, который условно можно назвать фармакодинамически. Но условно я хочу подчеркнуть. И вот я хочу сказать, что когда мы говорим о порывном гемолизе, мы говорим только о тех ситуациях, когда пациенту получают вовремя препарат. То есть у них нет никаких перерывов в лечении. Если есть перерыв в лечении, то это совершенно другая ситуация. Это нарушение режима дозирования. Об этом мы сейчас не говорим, конечно. Ну и, наконец, есть такое состояние, вновь возникшее внутриклеточное, как мы принято говорить, у нас в России, ну а в зарубежной литературе чаще говорят, все-таки экстраваскулярный гемолиз. Это происходит вследствие того, что проэнгридоциты опционизированы компонентами СТИ, и они довольно активно фагоцитируются. То есть происходит все то же самое, что и в норме, только гораздо быстрее развивается внутриклеточный гемолиз, в основном в селезенке это происходит. Этот слайд просто еще раз напомню, что ПНГ относится к состояниям, которые мы называем синдромом костномозговой недостаточности, поэтому всегда нужно оценивать этот вклад. Самым простым показателем, конечно, является ретикулоцит. Если ретикулоцитарный ответ неадекватный, слабый у первичных пациентов, это говорит о том, что выраженность костномозговой недостаточности может быть достаточно серьезная, и проблема с эффективностью терапии связана именно с этим. А вот посмотрите, это проэнгридоцит, гемолиз, как раз пример, то, о чем я говорил, видите, пациент проделывает, точнее, эта пациентка проделывает типичные такие эпизоды за два дня до введения очередного препарата, у нее начинается клиническая карантина, и, конечно, здесь нужно повышать дозу, либо сокращать интервалы введения препарата. Как часто развивается это состояние? Мы сегодня знаем это, в нашей когорте это 20%, причем вот 11% это вот такая ситуация именно, это стереотипное состояние, которое повторяется на каждом цикле, если не увеличивать дозу, то все одинаково. А 9% это эпизодические состояния, которые связаны комплимент-активирующими состояниями, ну вот я уже их перечислял, например, инфекцией. Но правда иногда однажды запустившийся вот такой параллогий гемолиз потом переходит в хроническую состояние, такое, к сожалению, мы тоже видели. Но вот это еще раз подтверждает о том, что есть экстраваскулярный гемолиз, эритроциты перестают разрушаться под действием экулезумаба внутри сосудов, нет классического внутрисосудистого гемолиза, но они опционизированы большим количеством СТИ, фрагментами СТИ, и подвергаются фагоцитозу и разрушению внутриклеток, в первую очередь селезенки. Обратите внимание, это суррогатный, конечно, маркер такой внутриклеточного гемолиза, это уровень билирубина у наших пациентов на терапии экулезумаба. При достаточно хорошем контроле внутрисосудистого гемолиза, посмотрите, ну вот так вот я могу показать, что 31% каждый третий пациент или пациентка имеют уровень билирубина как минимум в два раза выше нормы. Ну и часть больных имеют, видите, тут есть больные, у которых выше 100 билирубин. То есть это признак того, что при нормальном уровне локтада, это гидрогеназы, при достижении хорошего контроля внутрисосудистого гемолиза у них остается вот этот компонент. От меротерапии. У нас есть ситуации, когда мы можем это делать планово, это спонтанная редукция клона, но обратите внимание, что это может быть признаком нехорошего сценария вовсе, а развитие миодисплазии или трансформации даже в острулеекоз, когда клон уходит. Нужно помнить об этом. Мы можем назначать на период беременности и отменять безопасно у некоторых пациенток терапию при отсутствии новых показаний. И, наконец, мы трансплантируем пациента. Вот 25 больных в общей сложности у нас, ну это получается где-то 12 примерно процентов, отменилась плановая терапия. Но есть другая проблема, это внеплановые отмены, это перерывы в лечении, и это проблема, к сожалению, очень серьезная, наряду с доступом терапии. Почти всегда возвращается клиническая симптоматика трансфузионной зависимости, но обратите внимание, к сожалению, к сожалению, мы видим ли три серьезных последствия. Вот такой вот ситуации. один случай очень тяжелого, очень тяжелого роста и почечного, очень простого почечного повреждения, один случай инфаркта миокарда и один случай ишемического инсульта. То есть это, конечно, очень серьезно. Надо понимать, что не обеспечивая таких больных продолжение терапии, мы подвергаем их серьезному риску. Мы думаем, что этот анализ будет продолжен, и может быть, мы даже планируем, что это будет международная такая кооперация, потому что, на самом деле, эта проблема не только у нас случается, но в некоторых странах тоже такие вещи происходят, и это, конечно, всегда сопряжено с серьезными очень проблемами. Ну и, собственно говоря, о преимуществах и недостатках долгосрочного контроля с помощью кулизумаба. Конечно, мы первичный контроль достигаем фактически у всех пациентов, мы имеем устойчивый контроль и эффективный профилактику новых осложнений. То есть, фактически нет тромбозов на фоне терапии, нет новых эпизодов острого почечного повреждения, не прогрессирует почечная недостаточность, не развивается легочная гипертензия. Независимость от трансфузии 69%, как я уже сказал. Ну и в ряде случаев мы можем решать другие задачи, например, трансплантировать пациентов по соответствующим показаниям или допускать возможность беременности, что, конечно, очень важно. Но недостатками является прорывной гемолиз, в общей сложности это 20% в нашей когорте, в целом, если говорить. Это сохранение зависимости от трансфузии у 31%, это наличие выраженного СТИ опосредованного внутриклеточного гемолиза, это вероятность развития милдисплазии и острого лейкоза. Это не связано с терапией, это просто нужно понять, что это естественное течение болезни, и если мы не трансплантируем пациентов, то такая ситуация возможна, и отсутствие контроля аплазии. Тем не менее, тем не менее, 91% общей выживаемости, еще раз хочу повторить, по сравнению с 74% общей выживаемости при отсутствии терапии, конечно, это колоссальная, колоссальная разница. И все те недостатки, которые мы сейчас обсуждали, конечно, на самом деле они меркнут, когда мы говорим о ситуации, связанной с жизнью или смертью. Мне кажется, я уважился. Я хочу поблагодарить моих коллег и Бориса Владимировича, безусловно, за поддержку в этой работе. Я хочу еще раз обратиться и поблагодарить всех коллег, которые здесь присутствуют, потому что, это я буду всегда повторять одно и то же, при редких болезнях мы можем вот так вот понимать ситуацию, только при наличии операции, конечно. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ